Ну и постскриптум, это называется трэшевая ситуация, в которой мы выпадали, и как нам помогли ребята из Реджо Холли Дестайли. Мы прилетели в Реджо, естественно, не без приключений. Сначала нас задержали первый самолет, мы рисковали опоздать на следующие два, потому что у нас была очень короткая стыковка в Риме и в Москве. И, приехав в Реджо, мы остались без чемоданов. Мы летели практически сутки, мы очень устали, и единственная мысль, которая была в нашей голове, это поесть. И принять душ. Но, потеряв чемоданы, естественно, в которых были и все наши шампуни, гель для душа и прочее, полотенца, мы, естественно, не могли принять даже душ. Что сделали ребята? Во-первых, они помогли нам найти наши чемоданы, и буквально через день или два нам их вернули. Они ездили вместе с нами в аэропорт, узнавали каждый день, пришли или нет чемоданы, за что им тоже огромное спасибо. Потому что они очень переживали за нас ровно, в общем-то, так же, как переживали мы сами. В тот вечер, когда мы прилетели, они привезли нам свои полотенца, оставили нам маленькие шампуни и гели для душа, чтобы мы хотя бы могли помыться после суток в дороге, суток в полете. И привезли нам еду, чтобы мы могли утром хотя бы что-нибудь уже перекусить. Поэтому, даже если что-то произойдет, потеряются у вас чемоданы или, я не знаю, случится что-нибудь еще из этой же серии, знайте, что вы точно не останетесь одни, точно вам помогут. И что, наверное, очень важно, что ребята владеют не только итальянским языком, Гулио говорит еще и на английском языке. Если, например, вам некомфортно общаться на итальянском или на английском, то Юля говорит помимо итальянского и английского еще и на русском, поэтому всегда сможет вам помочь. Бывают, наверное, еще такие вопросы, которые, ну, не совсем удобно, допустим, задать Гулио или о чем-то его спросить или попросить, но всегда можно обратиться к Юле, которая поможет, и все ваши вопросы, проблемы быстро решатся.